аквариум в доме это маленькое чудо чудо за которым интересно наблюдать но одного кормления аквариумных рыб и других аквариумных обитателей недостаточно за аквариумом нужен комплексный уход вообще аквариум можно сравнить с маленькой планетой от вас будет зависеть холодно этой планете будет или тепло будет ли свет на этой планете насколько чистой будет вода в аквариумистике важно каждая деталь но самое интересное то что современная аквариумистика проста и не доставляет хлопот его хозяину самое главное разобраться в нюансах очень важной деталью любого аквариума является фильтрация о ней мы и будем говорить в ближайших выпусках если быть более точным то разбираться будем с внутренней фильтрации внутренние фильтры схожи между собой однако каждый фильтр имеет свои особенности и предназначения особенно это касается внутренних фильтров от известной компании акваэль ведь именно у компании акваэль достаточно большой выбор внутренних фильтров пожалуй правильно будет признать их лидерами в этой области и именно поэтому внутренние фильтры акваэль будут участвовать в рубрике честная покупка в течение серии выпусков будут розыгрыши поэтому не пропускайте новые видео нажмите на колокольчик а это видео обобщенное о фильтрации в конце этого видео расскажу подробности о конкурсе для начала давайте зададимся вопросом можно ли обойтись без фильтрации в аквариуме однозначно можно но на уход за аквариумом будет уходить гораздо больше времени и сил проблема не только в этом первая причина по которой стоит поставить фильтр это взвесь в воде неважно насколько красиво оформлен аквариум неважно каких цветов в этом аквариуме рыба но мути взвесь точно не даст наслаждаться красотой замкнутой экосистемы остатки корма и другие отходы жизнедеятельности оседая между камней коряк начинают портиться и провоцируют появление водорослей что также добавит хлопот хозяину аквариума более того так сказать грязная вода является одной из причин появления болезней у аквариумных жителей с другой стороны если чаще менять воду сифонить грунт лезть в аквариум руками то рыбки также будут находиться в постоянном стрессе что также ни к чему хорошему не приведет поэтому без фильтра обойтись конечно можно но так делать не стоит возможно вы задумывались о том что в живой природе в естественных водоемах нет фильтров это действительно так если не брать во внимание растения которые могут брать на себя функцию фильтра некоторые виды пресноводных и морских обитателей и прочее однако аквариумистика не так совершенно как живая природа например плотность посадки рыбы в аквариуме зачастую выше чем плотность рыб в реке оке или волги мы не сажаем 10 данио в 500 литровый аквариум да это и ни к чему если в аквариуме хорошая фильтрация в целом фильтр можно назвать основным ключиком к чистому и здоровому аквариуму в этом видео я не буду затрагивать азотный цикл и так называемый синдром нового аквариума однако на некоторых процессах остановиться необходимо чтобы собрать воедино картинку по очистке воды знаете кто такие сапрофиты это микробы питающиеся мертвыми органическими веществами выглядят жутко но благодаря им вода становится кристально чистой живут они не только в естественных водоемах но и в наших аквариумах перерабатывают органические остатки тем самым очищается вода эти микроорганизмы распределены по всему аквариуму но не равномерно самые большие колонии как правило живут на фильтрующих элементах еще бы ведь именно туда попадает большое количество еды с потоком всасываемой воды но нужно учесть что одной только еды недостаточно вода обязательно должна быть обогачена кислородом естественно это не единственные живые организмы невидимые глазу которые очищают аквариум от мути и вредных веществ в аквариуме они появляются не сразу обычно заселение полезными бактериями занимает от нескольких недель если не используя всевозможные вспомогательные жидкости капсулы и прочее это важно учитывать не только в недавно запущенных аквариумах но и при смене фильтра и фильтрующих элементов хочу обратить внимание и на уход за фильтром дело в том что многие особенно молодые начинающие аквариумисты неправильно чистят фильтр полагая что губку и другие фильтрующие элементы необходимо прочистить максимально тщательно чтоб на ней не осталось ни малейшего налета и остатков мусора и не задумываются о том что вместе с мусором смывают и тех самых супер бактерий которые чистят аквариум для промывки фильтрующих элементов не стоит использовать даже воду из-под крана тем более какие бы то ни было моющие средства кипяток и прочее лучше всего промывать воде слитой из аквариума не стоит бояться если на губке остались частички мусора это аквариуму точно не навредит если мы говорим о внутренней фильтрации то стоит понимать что губка которая находится в фильтре не способна избавить воду в аквариуме от микроскопических частиц на губке остаются частички корма твердые отходы жизнедеятельности аквариумных обитателей отмершие частички аквариумных растений и прочее то есть весь мусор который хорошо видно невооруженным глазом но микроскопический мусор благодаря которому появляется муть в аквариуме уничтожают микробы который говорил выше чистка аквариума такими микробами называется биологическая ту работу которая делает внутренний фильтр в большинстве своем называют механической фильтрацией есть еще одна популярная фильтрация которая называется химическая не секрет что в аквариуме постепенно накапливаются нитриты нитраты аммиак конечно многое зависит от ухода заквариумом но суть не в этом химическая фильтрация предназначена для сбора вредный химических примесей растворенных в воде замкнутой экосистемы но применяется химическая фильтрация и в других случаях например после использования различных химических препаратов с помощью которых лечат рыб или избавляют аквариум от водорослей в борьбе с хлором тяжелыми металлами также понадобится химическая фильтрация как это работает стакан или емкость через которую прогоняется аквариумная вода заполняется наполнителем. Называют эти наполнители сорбенты. Самые распространенные это циолит и уголь. В следующих видео мы еще о них поговорим, когда будем разбирать внутренние фильтры. Фильтрация в аквариуме бывает комбинированной. В ней сразу сочетается механическая, химическая и биологическая фильтрация. В основном это касается внешних фильтров. Однако у компании Акваэль есть и внутренние фильтры с комбинациями. Более того, современные внутренние фильтры осуществляют аэрацию воды. Это не основная функция, однако приятный бонус, на котором можно неплохо сэкономить. Плюс к этому поток пузырьков является индикатором, который может показывать, насколько сильно забился фильтр. Дело в том, что по мере загрязнения фильтра поток воздуха уменьшается. Чистота чистки внутреннего фильтра зависит от нагрузки. Чем больше аквариумных жителей и меньше объем, тем чаще придется чистить фильтр. Но не стоит забывать и о мощности фильтра. Сегодня на упаковке любого внутреннего фильтра уже указан максимальный объем аквариума, на который он рассчитан. Однако лично я рекомендую всегда брать с запасом. То есть если у вас аквариум 15 литров, то стоит брать фильтр, рассчитанный до 30 литров. Если аквариум 30 литров, то фильтр минимум до 50 литров и так далее. Не стоит переусердствовать с мощностью фильтра. Как правило, чем больше мощность, тем больше размер этого фильтра. А большой фильтр в маленьком аквариуме смотрится некрасиво. Более того, большая мощность дает большой поток. А большой поток далеко не каждой рыбки будет по душе и возможно даже приведет к стрессу. Ну а теперь про конкурс. Совместно с компанией Аквайл мы будем разыгрывать внутренние фильтры. Для участия в конкурсе необходимо собрать кодовую фразу. В каждом последующем выпуске рубрики «Честная покупка» я буду говорить одно кодовое слово. Из этих слов нужно собрать предложение и отправить его мне с названием желаемого внутреннего фильтра. Также в последнем видео я сообщу, где именно пройдет конкурс. На этом у меня все. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До скорой встречи на канале ПАР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok